Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас Макдональдс. Не потому, что я соскучилась по Макдональдсу, у меня просто были бонусы, которые пропадали через два дня, и мне надо было срочно что-то заказать. Я решила заодно снять для вас видео. В общем, нет. В общем, сегодня у нас мой любимый макчикен. Я его просто обожаю. Это прям любовь моя. Очень люблю макчикен. Здесь у нас луковые кольца, наггетс и десерт. А пить мы с вами будем. Кофе три в одном. Просто он ужасно горячий. Под прошлым видео мне писали, почему пельмени холодные. Я люблю, когда все холодное. Вот, например, горячий кофе. Меня раздражает немного. Ай да, я соуса была. Сейчас я минуточку за соусом и обратно. И в холодильнике я не нашла ничего, кроме майонеза. Прикиньте. Дело в том, что 4 дня назад мы с мамой решили сделать порядок в холодильнике. И у нас были там соусы. Особенно сырных соусов было 4. Прикиньте, каждый раз я покупаю, на половине я его оставляю, беру новый. Я не знаю, возможно, даже они и не просрочены. Просто они в открытом состоянии уже более 3 месяцев. И мы решили все эти соусы выбросить. Поэтому в холодильнике был только майонез и кетчуп. Я решила взять майонез. Ну, супер с майонезом. Понятное дело, все напишут, конечно же, с кетчупом было бы вкуснее. Ну, я обожаю майонез. Я что не ем, ем с майонезом. Мне вкусно. Мне вкусно при любом раскладе. Вот если сравнивать KFC и Макдональдс. Бургеры сочные именно в Макдональдсе. В Киевсе они какие-то сухие. Не знаю, только мне так кажется. Или всем. Беру комментарий под прошлым видео. То есть под вчерашним. Где я кушала пельмешечки. Захожу на это видео. И читаю комментарии. Вот беру первые комментарии. Просто мне часто в комментариях пишут, что, Айка, откуда ты берешь такие вопросы. Я не видела этих вопросов. Привет, Айка. Обожаю твой канал. Хотела бы у тебя узнать, что ты хочешь подарить парню на 14 февраля. И что бы хотела ты. Вопрос задает Вика Пучкова. Вику, из тебя огромный привет. Спасибо, что смотришь. 14 февраля. Действительно не за горами. Он мне уже сказал, что выбирай себе подарок. Что ты хочешь. Я выбрала золотой браслет. Такой классный. С сердечками. В общем, увидите. Но я могу еще передумать. Я ему точно не сказала, что я конкретно хочу это. Я пока что думаю. Можно что-то из ювелирки. А еще я очень хочу себе пальто. Но пальто мне проще ходить выбирать одной. Знаете почему? Последний раз, когда мы выбирали обувь с ним, я заметила, знаете, такое выражение на его лице. Типа, когда она уже закончит это все. Хочешь, не хочешь, при таком раскладе я тоже пытаюсь взять, что попало. Лишь бы это закончилось. То есть, шоппинг с ним не дело. А сюрпризы я не люблю. Я у него спрашиваю, что он хочет. И он всегда говорит, ничего не надо. Но я уже кое-что присмотрела. Я хочу ему купить очень хороший ремень. Надеюсь, что он заценит. Ему понравится. Потому что я заметила, что у него не особо много ремней. Но вообще он капризный в плане одежды. Честно, ему очень сложно угодить. Да вообще все мы капризные. Иногда я просто хочу кинуть ему на карточку деньги. Где-то 7 тысяч. И пусть купит себе то, что он хочет. Пишите, пожалуйста, в комментариях, кто что будет дарить. Десертики просто обалденные. Обычно десерты я в конце кушаю. Просто не удержалась. Настолько хотела. В общем, себе я выбрала браслет. Либо кулон. Вот что-то из этого. Есть такой большой кулон под мою цепочку. Либо его, либо золотой браслет. Вы, наверное, заметили, да, что я золото очень люблю. У меня еще 14 февраля, день рождения мамы. И, скорее всего, сам 14 февраля я буду отмечать с мамочкой. Я уже маме купила подарки. Насчет того, что куда-то идти отмечать. Дело в том, что мама прежде всего хочет позвать на свой день рождения, конечно же, моего братика и его жену. А жена брата буквально месяц назад родила. И у нее были очень сложные роды. Не хочу вдаваться в подробности. Она прям такой солдатик, героиня. Прошла через все. Сейчас у нее период реабилитации. Тем более с маленьким ребенком. И у нее еще, кстати, нет QR-кода. Потому что она не делала вакцину. Ей нужно взять этот QR-код. Вообще так странно. Люди делают. Я вот не понимаю реально. Она идет в поликлинику. Она, например, беременная. На третьем месяце. Ей дают справку на два месяца. Типа освобождаются от вакцинации. Может ходить по ресторанам. Так она беременна. Еще девять месяцев она будет вынашивать ребенка. Потом кормить грудью. Почему нельзя сразу дать справку где-то на год, чтобы человек спокойно передвигался. Поэтому их позвать не получится. Возможно, мы с мамой просто вдвоем куда-то сходим, посидим. Я уже который день маме говорю, давай купим тебе куртку новую. Реально нету куртки. Мама говорит, вот модели, которые мне нравятся, на меня нет. Мама говорит, я похудею потом. Но, к сожалению, она постоянно срывается. У нее не получается похудеть. То же самое было с блузкой. Она купила блузку на размер меньше. Точнее, просто ее размера не было. И она купила блузку, которая ей... Ну, не влезает она в эту блузку. Со словами, что я похудею. И так и не похудела. Блузка так и лежит. Я говорю, давай хотя бы кому-то подарим. В любом случае, в ресторане или дома, или на шопинге. Где угодно. 14 февраля я буду отмечать с мамой. Во-первых, потому что 14-го, это просто ужас какой-то в городе. Однажды, 14 февраля, мы с подружкой решили пойти гулять. Это просто все заведения переполнены. Мы были на торговой. Куда не заходишь, везде парочки сидят. Вообще негде сесть. Палец некуда поставить. Поэтому лучше уж 15-го. Здесь у меня кофе целеводно. Следующий вопрос, который я не могу найти, но я его видела в комментариях. Он был в топе, потом упал. В общем, не могу его найти, потому что комментариев много. Я сейчас буду целый час это искать. Меня спрашивали насчет моего брата. Кто не в курсе, мой брат раньше был категорически против религии. Вообще против. А последние два года он начал читать намаз. Очень много начал про это говорить. Изучать это вглубь. Я вам об этом рассказывала. То есть я вообще бы подумала, посмотрев на моего брата, что он никогда не придет к этому. Никогда. Кто угодно придет, только не он. Но жизнь. Компания, в которой находится человек. Общество. Как-то объясняет. У меня, например, в окружении нет ни одного человека, который читает намаз. Ни одного. Многие спрашивали, забросил он или нет. Насколько я знаю вообще, если ты начал это делать, это нельзя забрашивать. И если ты изначально это не делал, это не настолько большой грех, чем ты начал и потом бросил на середине. Когда я жила в Саратове, была девочка, вместе с нами общалась, там такая общительная, хорошая девочка. И она полюбила парня. Она тоже была мусульманкой, но она просто не придерживалась этих всех правил. И она начала встречаться с молодым человеком, который был пипец как религиозен. И ради него она надела платок. То есть, стал такой же, как он, религиозный и все дела. Прошли годы, где-то годы они провстречались, потом расстались. Этот парень ее бросил. И она бросила намаз тоже. Вот тогда нам знакомые говорили, что так делать большой грех. То есть, лучше изначально ничего не делать, чем делать, а потом оставлять на середине. Я не знаю, я не эксперт в этой области. Ребят, кто действительно совершает намаз, напишите, пожалуйста, в комментариях, действительно ли это такой грех. Я просто говорю так, как я слышала. Поэтому я считаю, что ради кого-то не стоит. Это должно быть чисто желание человека. И вот у моего брата появилось это желание резко как-то. Он начал говорить какие-то умные вещи. Такой мудрый стал. Перестал пить, курить. Если все в меру, почему бы нет? Но куда я переехала, кстати, в Азербайджан? Здесь было очень много девушек в хиджабе. На последнее время я замечаю, что девушек в хиджабе все меньше и меньше. Не знаю, то ли они куда-то переехали, то ли они просто решили не надевать. То есть хочешь, делай. Не хочешь, не делай. Мне не нравятся люди, которые внушают себе это. Вот это меня раздражает больше всего в комментариях. Одно дело, я сама приду ко всему этому, понимаете? У меня есть подписчица. Зуля, если меня смотришь, огромный привет тебе. Она сама в хиджабе делает наманс, и мы иногда с ней переписываемся, общаемся о том, о сём. Вы знаете, человек никогда не затрагивает эти темы. Тему религии, ещё чего-то. Видно, что человек сам очень добросовестно выполняет всё это, но не лезет к тебе со своими советами. Тему религии, ещё чего-то. Раз доедаем, так доедаем до конца. У меня там загружается влог. Скорее всего, на момент выхода этого мопанка уже влог будет на канале. Так что ссылочку вам оставлю. Обязательно переходите, смотрите. Уже потихоньку погода становится лучше. Я, кстати, видео снимаю 1 февраля утром. Вот когда погода улучшается, прям хочется снимать контент, хочется куда-то идти, гулять, что-то покупать, одеваться. С бонусами вообще недорого обошлось. Я чисто случайно увидела рекламу в YouTube, что вот у McDonald's такая система бонусов. Просто попробовала, и у меня всё получилось. Так что обязательно обращайте внимание на рекламу. Иногда она бывает очень даже полезной. На этом всё, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю. Целую. С вами была Алька.